МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день тщательно полоскать губки для мытья посуды. Они могут стать разносчиками инфекции. Дезинфицировать раковину, кран, выключатель в ванной и даже стакан с зубными щетками. Вообще, когда в семье болеет один человек, его щетку нужно держать отдельно, а после болезни заменить новой. Каждый день рекомендуется стирать постельное белье и полотенце. И, конечно, всем членам семьи нужно чаще мыть руки. Вот такие простые правила. Что еще делать, чтобы сохранить здоровье всей семьи, вы узнаете из нашей медицинской рубрики. Доброе утро. В эфире медицинская рубрика. Производственная травма на рабочем месте даже не очень тяжелая. Всегда неприятность и для работника, и для работодателя. По закону есть случаи, когда пострадавшему положены денежные выплаты за утраченное здоровье. Что в этом случае надо делать, какие пособия полагаются и куда обращаться, чтобы их получить. За разъяснением обратимся к специалисту по общественному здравоохранению, адвокату Борису Свердлику. Доброе утро. Доброе утро. Здесь случилась травма на работе. Что дальше делать? Прежде всего я должен сказать о том, что пострадавший в производственной аварии должен позаботиться о своем здоровье. Для этого необходимо обратиться к врачу, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. И прежде всего я хочу отметить, нужно заботиться о своем здоровье, а не о денежной компенсации, которую он может или не может получить. Все это придет дальше. Почему? Потому что в данном случае мы говорим о ущербе, нанесенном ему здоровью в результате той или иной аварии, которую необходимо доказать по закону, подав необходимые документы и определившись с определенным иском. Доказывать пострадавший, да? Совершенно верно. Он должен собрать все необходимые документы, включая заявление своего работодателя о случае, свершившихся происшествий на рабочем месте, что он подтверждает, подкрепив свои, так сказать, требования к Институту национального страхования необходимыми медицинскими документами и справками и получить так называемую разовую компенсацию или многоразовую, в зависимости от процента инвалидности. Что считается производственной травмой? По закону, Израильскому закону Института национального страхования, производственной травмой является, я не могу процитировать сейчас, но сформулирую это таким образом. Происшествие, произошедшее на работе вследствие производственного процесса, определенное с работником на рабочем месте и подкрепленное заявлением работодателя о том, что оно произошло в рамках рабочих отношений. После работы и до работы, если человек едет на работу и после работы, включается ли это в производственную травму? Прекрасный вопрос. Законом предусматривается, что работник, который едет на работу или возвращается с работы, весь путь до сих пор застрахован на протяжении выхода из дома или выхода с рабочего места. Здесь нужно отметить, что есть два исключения из правила. По закону определяется непрерывный маршрут, который по закону человек постоянно проходит в зависимости от его местожительства и места пребывания. И он может быть прерван двумя вещами, которые признаны по закону, что они в принципе признаются юридическими следствиями, так называемыми исключениями из правил. Например, это остановка для совершения религиозных обрядов, молитвы или вхождение в рамки изъятия детей из садика, скажем так. То есть оба случая признаны законом как нормальное истечение обстоятельств? Почему? Потому что мы сегодня все нормальные люди. Сегодня домогательство на рабочем месте тоже считается производственной травмой, так? Вы давайте сразу уточним. Спрашиваю, да или нет? Или просто-напросто досягательство? И то, и другое, и третье. Вопрос неоднозначный. Потому что закон говорит о следующем. Опять же возникает вопрос о тех первопричинных обстоятельствах, которые привели к конфликтной ситуации. А это конфликтная ситуация. Мы говорим, во-первых, о досягательствах на почве сексуальных приставаний. Это тяжелое, совершенное и в рамках уголовного права, и в рамках гражданского законодательства, совершенное действие, которое преследуется по закону в нескольких категориях. Но все зависит от того, какой ущерб произведен. Если говорится о моральном ущербе, и это можно доказать, то, соответственным образом, закон поддерживает того человека, который пострадал. 90% это женщины, как вы понимаете. В случае физического домогательства или, подчеркиваю, физических каких-то неурядиц, которые произошли на работе, включая драку, это тоже включается в законодательство и тоже считается как рабочая травма, полученная на производстве. Также если моральный ущерб, который вырос в определенные повреждения здоровья или нанесенные травмы, или причиненные вследствие конфликта, болезни, например, инфаркт миокарда или инсульт, также считаются не законодательством, а уже правовым действием, прецедентальным правом, это уже тоже считается повреждением на работе и чаще всего засчитывается как производственная травма. Спасибо. Ну что ж, напомню о компенсациях в случае производственной травмы. Мы говорили со специалистом по общественному здравоохранению, адвокатом Борисом Свердликом. Берегите себя и будьте здоровы. Берегите себя и будьте здоровы.